Но по физике они, видимо, никогда ничего не сдавали, или угадали ответы. Речили печь-каравай. Классная идея. Печь-каравай. Это наш славянский хлеб. И сняли в аренду два этажа. Двенадцатиэтажное здание. Два этажа только было свободно. Двенадцатый этаж и в первом. Они решили на двенадцатом печь, на первом продавцу. Ну, вроде тоже. Пока ничего, всё. Да. Лифт украли. Наша молодёжь сообразительная. Знаний никаких, а завершать быстро. Думают, ну чё ж мы будем бегать туда-стародать. Нет. Чё они сделали? Ну, супер. Никогда по физике, они, видимо, медноурок не посвящали. Они решили провести большую трубу с двенадцатого этажа. Такую, как в аквапарте. Чтобы каравай съезжали на первый этаж. Я не знаю, чё сводить. Первый день продажи каравая. Наверху из петли каравая. Эту, шелом готов же. Внизу уже на первом этаже продавщицы, кокопшников. А, всё красиво. Топ-менеджер серый уже готов. Заряжен. Очередь с покупателей. Топ-менеджер подошёл. Как это сказать? К сапу. И говорит, давай! Вы знаете, какую скорость набираем в каравае? Трущины с двенадцатого этажа. Вот такой каравае. Менеджеру убрало момент. Вот бежал в следующий пендурах. Чё крикнуть. Хватит! Куда хватит? Они заряжают. Заряжают. Как снаряды в конюш. Раздолбало весь в первом этаже. Ковно. Побыватели разбежали. Все эти покрывались кокошники. Ну, конец свежего. Их судили. И что же они? Признали вину. И что сказали? Мы придумаем замедлитель. Базелином намажут. Вот она где опасность-то. Молодые приходят на работу. Они профнепригодны. Они только красиво называются менеджеры. И я подумал. В России всегда была литература, поэзия. Молодых тянет писать. И прозору, и поэзию. Они чудовищные стихи пишут. Они считают, что можно начать писать стихи без образования. Я зашел на сайт прозору. Друзья мои, я вам сейчас сочетаю цитаты. Я не знаю, что с вами будет. Это наши писатели. Наши родины. Новые писатели. У нас были Лермонтов когда-то. Толстой вообще. Чехов. Вот. Это все о любви. О любви. Его солнечные глаза благуха. Ну, поняли, короче. Они же значение слов признают. Его страстные губы ходили по ее лицу. Ага, это еще не все. Оставляй на нем сосины. Это писатель не наш. Еще одна повесть о любви. Улыбка сама натянулась на ее голову. Это сыграть невозможно. У нее были пухлые губы. Гадость. Ну, ладно. Под которыми, под пухлыми губами, красовалась проколотая бровь. Вот такое знание устройства человеческого организма. То есть это натурщица Пикассо. Реально. Он перекорежила бабу. Он ее ударил. Ее челюсть поздоровалась полом. Сдырь. Сдырь. У нее был пирсинг от левой губой. Левой. У нее вода. Левой и правой. Еще одна натурщица Пикассо. Посреди комнаты стояла дырка. Дырка стояла. Видели стоячую дырку? Нет. Все, он что угодно стоячим видел. Но дырку не видел. Дырка не видела. Среда выгнала четверг. Она выпила. И у нее стали заблетаться зубы. Видимо новые зубы фарфором вперед. Кошка бросилась на хозяйку, не сказав ни слова. Вот такая. Давай. Он пошел дальше, моргнув головой. Это все о любви. Они счастливы. Он лежал, упираясь головой в потолок. Это все. На стене лежал, когда он. Она задумчиво сдвинувала глаза и удавилась. Эротически выключился свет. Я не знаю. Я давно живу, но этого я не пробую. Эротически выключился свет. И послышалось щебетание петуха. О кваканье коровы ему не послужило. Он не мог поднять свои глаза с пола. Это чихотило. Мертвый труп лежал в коридоре. И не подавал призыва. Вот это страшно. Ой. А как вам это? Ну это как говорит Забата. Вам пару раз надо вдохнуть после. Это же не один раз. Ну что? Да он водил руками в ее талии. Иногда задевая соски. Он в тазу влюбил. А этот шевер в порыве страсти. Это любви. В порыве страсти. Он сорвал с нее трусы через голову. Смотрите. ЦРУ справилась со своей задачей, к сожалению. Мне Башмед рассказал трагическую историю. Один губернатор в Сибири женился на молодухе и сразу сделал ее ответственность за культуру в губернии. И на какой-то праздник пригласили лучших артистов. Спиваков, Мацуев, Башмед. Никита Михалков приехал в новом фильме. Губернатор получил образование в Советском Союзе. И понимал, что такое плоховкусие, а что такое хороший вкус. Собраво. Получили губернаторские. Вот мне Башмед рассказывает. Смотрите, Юра Башмед вот это прическа. Сыграл на альте, закончил, кланяется. Все ждут реакции советующего отдела культура. Готовы? Точно. И вдруг ее голос написал. Как я люблю, когда цыганина скрипочка. Башмед, мне говорится, смеялся один человек. Это я. Знаете, у него какая беда сейчас с вами? Многие молодые думают, что Башмед это башкирский металлургический. Песня помогает, юмор помогает нам выжить. А строить и жить помогает. И я...